Все ясно, то есть все поменялось и много всяких различных появилось, как это сказать-то, возможностей спортсменов оценить, что ли, так бы я сказал. Давайте посмотрим, у нас на льду Сара Арнольд и Джастин Троек. Пара без послужного списка практически. И еще один очень важный момент, что выбранная музыка должна соответствовать по темпу золотому вальсу. Вот та часть, где они будут катать золотой вальс, по темпу должна соответствовать, ну, так скажем, прошлогоднему обязательному танцу. Ну что, мы попробуем на этой паре рассказать? Да, но сейчас вот у них параллельная дорожка пошла, то есть они шаги вальсовые оставили на потом. Да, они начали с параллельной дорожки, еще они должны исполнить серию твизлов и одну обязательную поддержку, которая должна быть до 6 секунд, то есть короткая поддержка. Вот твизлы, которые ребята исполняют с разных ног, зеркально. Это так называемый третий, третья группа сложности для четвертого уровня, исполнить твизлы зеркально, с разных ног. И вот как раз это тот самый пример, когда ребята начинают со второй части серии золотого вальса, и первый ключевой момент уже прошел. А мы с вами сейчас обратим внимание, вот он второй ключевой момент, где барышня должна исполнить твизл в два оборота и пролежать тройку параллельно льду. Это не удалось. Сейчас мы с вами подходим к третьему ключевому моменту, это чектау, исполняемый параллельно. Вот он сейчас будет второй, вернее четвертый ключевой момент. На мой взгляд, чектау не удалось ни в первом, ни в втором случае. Вот пивоты, это пошла вторая часть золотого вальса, которые тоже были исполнены неправильно. Следующий момент это внутренний маухок партнера и скоба партнерша. Сейчас мы с вами подходим к этому моменту, внимание, внутренний маухок скоба партнерши, более-менее прилично. Следующий ключевой момент это пистолетик партнерши, купе и троечка вокруг партнера. Вот и все. Я думаю, что два последних ключевых момента удались ребятам. И обязательная поддержка, ребята выбрали поддержку на одной руке. Опять-таки мы видим, что на выходе партнерша взялась за спину партнера. Данная поддержка не заслуживает больше, чем третьего уровня. Вот так все быстро и легко. Я хочу сказать, что вот поаплодируюсь Петру Дурневу и сказать, что вот он готов сразу видно к трансляции в любом случае. Это ж моя работа. Такое впечатление было, что это не прямой эфир. Прекрасно. И все наглядно, и все понятно. То есть получается, что же у них вот эта серия Золотого Вальца была исполнена на первый уровень, так что ли? Получается, что первая... Если только один пивот был, по вашим словам, засчитан или как? Нет, я бы засчитал его внутренний маухок и засчитал бы во второй серии ее пистолетик с троечкой. Таким образом, у нас получилась вторая часть Золотого Вальца, получилась бы второго уровня, а вот первая получилась бы без уровня сложности. А, у них, у этих двух частей разный уровень. Ну, в смысле, свой уровень у каждого. Все, я теперь понял. Да, да. Каждая из этих частей включает четыре ключевых момента. Вот от этого и зависит уровень с первого по четвертый. Ну, нравится вам вот эта задумка с коротким? Чей-то я на «вы» перешел, я не помню. Мы вообще на «вы» общаемся и взяли на «ты». Ну, вообще-то на «ты». Нравится тебе вот эта задумка с коротким танцем? В принципе, нравится, имеет право на существование. Мне нравится, когда мы с вами не наблюдаем разделение. То есть мы с вами не видим, вот, допустим, это был Золотой Вальца, а вот это вот была, так скажем, оригинальная часть. Мне нравится, когда это полная композиция, когда это танец. Тогда, безусловно, в данном случае, скорее всего, это всего лишь был набор элементов, исполненный под музыку вальса. Ну, вот на прошлом этапе тоже у китайцев было четкое разделение, где вальс, а где более-менее свободный танец. Ну, вот в правилах ISU как раз записано, что хорошо сбалансированная программа – это та программа, где мы с вами этого не замечаем. Это отражается в компонентах? Это должно отражаться в компонентах. Это должно отражаться в компонентах. Но всегда каждое соревнование нам приносит какие-то сюрпризы. Это десятая пара Канады. Если судить по взрослому чемпионату, ничего они, конечно, еще в своей жизни вообще не выиграли, потому что они катаются только год или даже меньше. Ну и совсем молодые, не оперившиеся и неумелые. 40 баллов они получают. Сравнить не с чем. Я думаю, что скоро появится с чем сравнивать. Тем более, что впереди нас ожидает выступление немецкой пары. Стефани Фрёнберг, Тим Гизен. Да, который не... ...